пришли в кафешку в Харькове турки же могли открыть это же нормальная ситуация чтобы понимали смотрите как красиво лампы тоже кстати привезли из Турции и там дальше турецкие даже чайнички из часовой ну это реально это Турция прикольная правда смотрите просто на подачу этого кофе это просто нереально красиво заказали прикольно правда и турецкие сладости всем советую сюда пойти в Мэджик кофе такая красота за окном снежок идет вообще бомбы копеечек еще кстати когда я была в Турции я не помню вам показывали нет у мамы у меня здесь был день рождения я ей передавала подарок я заказывала девочки цветы она и присылала моей маме привозили домой и я вот такой заказала ей красивый набор у нас там приобрела это серебро но в единичном экземпляре есть переповторение но часто одна и та же фирма не исполняет в одном и том же как бы цвете либо в том же дизайне что разновидность фиолетовых камней разная вот и он здесь с французским цирконом заменитель бриллианта вот такая вот красиво мне мама очень любит серебро конечно в лучшем варианте было белое золото но ей очень понравился этот комплект и поверьте он не из дешевых в общем такая красота здесь колечко сережки и подвеска с цепочкой ну что всем доброе утро у нас пошел снег все в снегу и это круто пойдем на улицу правда ветерок но это вообще очень красиво счастливые у нас пошел снежок красиво правда круто вообще сейчас выезжаю на такую такое задание чтобы понимали лет так десять это ну без вранья я вам говорю я вообще не ездила на базар а тем более барбашов это у нас такой большой базар короче я решила что надо потому что в интернете ничего нормального нет в магазинах вообще ничего нет а то что есть это ну ценно честно космос я не считаю сейчас нужным тратить такие деньги ну в общем это смотреть пуховик потому что если разобраться так я это давно знала и знаю и уверена в этом что в караване и в дафе половина магазинов это во первых все то что с барабашки с магазин с базара потому что люди так держат магазины это все привезенное также с той же турции просто ставится накрутка потому что извините у них аренда выше чем на базаре вот и еще очень много швейки которая отшиваться нас в харькове так что будем ехать и смотреть не знаю куплю что-то или нет но я надеюсь чтобы это была цена и соответствовала качеству так что так обратно иду домой съездили ничего вообще не нашла я просто в шоке как как могут люди ездить на базар находить а я не нашла если честно то я даже и не была уверена у меня не было надежды что что-то просто знаю себя там было пару моделей которые менялись но то что они просят за швейку и за базар это я точно сто процентов вообще не буду никогда в жизни я не отдам такие деньги вообще с ума сошли и но все равно качество реально какой-то блин реально просто китай причем не фабричный какой-то ужасный вот у меня спросите алена ты проработала все-таки магазине кожи и меха почему ты там ничего не взяла я хочу парку либо пуховик были у нас начале сезона модели и потом их очень быстро раскупили если честно я жалею но я же не знала что в конце сезона будет потом такая запара и я очень быстро улетала по определенным причинам и у меня были за полгода просто уже переполненные чемоданы я никак не могла уже мне просто с тем что я даже там еще оставила большой чемодан не просто уже в зубы даже никуда было брать столько сколько я с собой везла это просто в общем из другой страны даже я не додумалась я думала что здесь я все равно что-то найду как бы но нет я знаю единство теперь что на миллион процентов что тот ассортимент который я продавала в этом сезоне в турции такого здесь нет я смотрела кстати даже шубу не просто было интересно боже мой какая хрень просто другого слова не могу подобрать и все рассказывают что у нас в украине дешевле но и покупайте вот это вот которая клееная все я теперь уверен на миллион процентов я и так была уверена в качестве потому что фирма все-таки крупная и все клиенты всегда довольны и они постоянные а постоянные это значит не просто так ну в общем и даже поехала на центральный рынок везде все искала и малому искала ничего не нашла не знаю даже идите приму тоже костюм поискать на знаку на пыс вай фай а малы написать сконай это был жарт а теперь серьезно интернет целом не забавка веновый венезвечный тому его требованы как и то же тримайтесь окна и далее ну что ты воде слушай я насправді не хотим такого ну новый токио зал палладиума и сейчас посмотрим и так видно весь город круто правда картина моя уже готова доделывая последние штрихи здесь есть такие вот места как вот остались по одному были там пропущенные поэтому сейчас я смотрю все по номерам буду делать и все моя картина готова и теперь будем делать мальчика и потом наверное я уже понесу все две картины вместе и буду делать уже рамку что закончила я свою картину радости нет предела она просто шикарная теперь буду начинать делать новую я как хотела в сроках до окончания ноября закончить так у меня получилось слава богу в этот раз и не сидела по ночам но допоздна задерживалась вот такая у меня красотка уже картиночка получать сейчас буду делать новую вторую и потом мы сдам чтобы мне поставили уже ее в обрамлении всем привет это реально просто и смех и грех сегодня весь день про убирала везде все пылесосила перебирала но там не постоянно я не могу нормально сделать уборки я должна постоянно реально генералить по всему дому и причем у меня когда есть настроение должна это но вот я прям ухожу в себя и я не замечаю как я могу как не так давно я весь двор перепахала плане того что собрала все листья 1 и кайфанула реально от этого но сейчас уже как знаете у нас харькове уже пошел снег у нас минус 6 ощущение там на минус 10 градусов и вот на выходных уже говорят что будет уже очень холодно минус 13 минус 15 но хорошо что снежок лежит мне это очень нравится завтра пойдем кататься на санках сам прикол в том что я появилась в таком виде прекрасным после сегодняшней уборки всего-всего я устала и решила релакснуть приняла ванну для меня традиция это прям помыть голову это прям что-то такое я не знаю почему не задержи как у вас но до меня помыть голову вроде бы это пять минут но нет я же начинаю то какие-то маски то еще что-то а укладка а потом чтобы еще волосы лежали как надо ой не знаю для меня когда такая вот тягость вот этой головы помыть летом намного проще я захожу под душ и я и умою я понимаю что когда я выйду через там 5-10 но это я сравниваю с анталией то там быстро я пока дохожу там не знаю метр идти наверное и от моего дома до сервиса который меня забирал меня постоянно голова уже была сухая так вот сня решила еще маску сделать так сам прикол в том что я сделала маску и уселась записывать вам этот маленький кусочек из блога и потом смотрю катина видео новое у нее тоже до сидит в маске честно это смешно но у нас на самом деле с ней есть и разногласия я думаю знаете катюшу катрин черника катюша привет я правда не знаю когда моё видео выйдет я думаю что это не сегодня не сегодняшний влог попадет эта часть но посмотрим я не знаю еще не уже есть там наброски буду сейчас что-то монтировать если это выйдет завтра это конечно будет очень смешно и весело у нас очень много совпадает с ней по видео по отношению к детям потому что у нас пацаны у нас день разница и конечно же вкусы возможно даже могут быть и очень похожими потому что мы жертвы того что мы смотрим социальные сети instagram youtube и конечно мы смотрим и выбираем то что нам нравится и из того что мы выбираем нравится конечно же все возможно что ты это потом применяешь для себя и поэтому мы с ней в принципе многим можем быть даже и похоже в чем-то мыслить одинаковая там одинаковая одежда там питание или еще что-то есть то что мы пересекаемся я спрошу что где она покупала что она хочет купить или еще что-то она у меня также поэтому в общем какое-то такое у меня лирическое отступление и еще хотела у вас узнать пожалуйста напишите в комментариях на какую тему вы хотели бы чтобы я обсняла вам следующее видео влоги влогами ну что вас именно интересует у меня уже есть наброски и сейчас я решила заняться именно снятием нет не только прям влогов ежедневных но и хочу какие-то полноценные видео что вам интересно чтобы вам было бы интересно посмотреть так что напишите мне обязательно в комментариях хорошо пойду смывать свою эту масочку и встретимся с вами в новых видео в новом влоге и жду обязательно под этим видео комментарии и пока сидит кушает уже покупали вдруг как всегда проголодался смотрит мультикнику любит макароны по-флотски это единственное мясо в этом видео он может есть отказался полностью от нас и не знали чем-то как быть вот так ну как бы макароны по-флотски он может есть когда он даже и не знаю каким образом ему закрываешь во все закладываешь мясо вовнутрь и и он страну его выплевывает обратно смотрит последнее время много фруктов покупаем очень обожаю грейпфрут вообще и пью обязательно водичку с лимончиком а еще кстати хотела показать такой чак прикольно купили новый тут смотрите есть у нас и малинка и я так понимаю это мята в общем очень-очень вкусно в виде пирамидки такие прозраченные не чай делается красного цвета у вас на такое ощущение сейчас последнее время что я что-то жую но на самом деле это у меня просто стоит тампончик когда я пью чай там кушаем не нужно подставлять в том место где мне раньше был зуб и потом это все промывать и мазать мазью вот такой вот чай кто пробовал пишите в комментариях это из новеньких